МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорили в предыдущих наших передачах, что износ жилищного фонда составляет очень большой процент. И поэтому сегодня принята федеральная целевая программа по капремонту. Везде в регионах созданы региональные операторы, которые занимаются сбором средств на капитальный ремонт. Сегодня хочу сделать акцент на права и обязанности собственников помещения в многоквартирных домах. Для этого я пригласила к нам на программу начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета фонда капитального ремонта Салама Гасайниева и начальника информационного и программного обеспечения фонда капитального ремонта Вишкаева Шамиля. Ребята, приветствую вас. Здравствуйте. И какие права и обязанности имеют собственники жилья? Этот вопрос Салам Курбанович больше адресуется к вам. У нас принят федеральный закон в декабре 2012 года, который обязывает внедрение во всех субъектах Российской Федерации новой системы капитального ремонта. Среди сведениям указанной системы капитального ремонта у собственников помещения в многоквартирных домах возникли новые права и обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Если говорить об обязанностях собственников помещения на квартирных домах, федеральный закон ввел такую норму в действие, которая обязывает всех собственников помещения на квартирных домах, включенные в региональную программу, ежемесячно вносить взносы на капитальный ремонт на счет регионального оператора, либо на спецсчет открытого на отдельный взятый на квартирный дом. Федеральный закон говорит о том, что каждый субъект принимает нормативный акт, который устанавливает минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Указанная норма у нас принята по становлению правительства Республики Дагестан, и размер минимального взноса у нас составляет 5 рублей 20 копеек с одного квадратного метра общей площади помещений на квартирном доме. Это, опять-таки, вытекает из того, что есть общее имущество, которое надо обслуживать. Что такое общее имущество? Часто задаваемый вопрос тоже. Большинство граждан думает, что если они оплачивают взнос на капремонт, то нужно ремонтировать внутри квартиры тоже. Сама норма у нас – ремонт общее имущество. Общее имущество – это части многоквартирного дома, которые служат для обслуживания двух или более квартир. Это лестничные марши, площадки, подвалы, чердаки, кровля, лифты, лифтовые шахты, дворовые территории. Это все общее имущество. Для ремонта указанных элементов собирается взнос на капремонт. Общее имущество определена статьей 36 ЖК РФ. Там она регламентирована законодательством. Обязанность мы поняли. Мы должны платить. Какие же есть у нас права? Права у собственников помещения. С момента принятия региональной программы у них было право выбора способа формирования фонда капремонт. В 2014 году было такое право. Собственники имели право открыть спецчет на свой отдельный взятый многоквартирный дом. Либо они выбирают счет регионального оператора и накапливают на общий счет регионального фонда. Из 3604 многоквартирных домов, которые у нас в региональной программе, этой нормой использовались собственники 10 многоквартирных домов. 9 домов по городу Махачкала и 1 дом по городу Каспийск. Они открыли спецчета. Основные дома решением органов местного управления, они переданы на счет регионального оператора. И они все аккумулируют взнос на капремонт на счете фонда. Но при этом есть такая норма, что собственники имеют право в любое время изменить способ формирования фонда капремонта. Имеют право принять решение изменить способ формирования фонда со счета регионального оператора и перейти на спецчет. И точно так же со спецчета перейти на региональный. И точно такое же право у них со спецчета переход на счет регионального оператора. Необходимо отметить сроки вступления в силу указанных решений. Жилищный котик заговорит, если они изначально накапливали на счете регионального оператора и хотят перейти на спецчет, они должны принять такое решение и это решение направить региональному оператору. Решение вступает в силу в течение двух лет. Два года после этого решения они накапливают на счете регоператора. Через два года региональный оператор, все накопленные средства, всю информацию о задолженности по каждому собственнику мы передаем владельцу этого спецчета. На сегодняшний день порядка семи уведомлений у нас поступили по городу Махачкала. Они приняли решение изменить способ формирования фонда капремонт. И мы эти указанные дома поставили на очередь, чтобы через два года их накопленные средства перекинуть на их спецчет. У Рейхфонда нет такой задачи, чтобы аккумулировать только на счет регоператора. Мы консультируем, даем соответствующие методические рекомендации, как это осуществить. Мы заинтересованы, чтобы люди сами накапливали деньги на своем отдельном спецчете и сами ремонтировали. Для чего эта система создана? Мы помогаем людям, чтобы лет через 20-25 каждый дом имел свой спецчет и сами занимались этим ремонтом. Думаю, уже лет через 20-25 такой организации, как региональный фонд, может и не быть. Мы уже научим людей относиться к общему имуществу как к своей собственности и содержать эту общее имущество как к своей личной. Хотя оно является личной тоже, да, соразмерно со своей долей. Но сегодня есть еще непонимание в этом вопросе. Да, да. Люди, приватизировав определенные квартиры, до сих пор не осознают, что общая имущество тоже является их несобственностью. К содержанию этого общего имущества они относятся не так, как нужно. По старинке, что кто-то должен сделать. Да, они привыкли, что государство ремонтировало это общее имущество, да. Они до сих пор хотят, чтобы это ремонтировало государство. Александр Курбанович, вот это понятно. Значит, имеют право формировать свой личный счет или собирать деньги в фонде капитального ремонта в течение какого-то времени и поменять свои решения. Какие еще есть права? Да, есть. Собственник помещения на квартирном доме в любое время может обратиться в Рейхфонд, получить информацию о накопленных средствах по его лицевому счету, по его многоквартирному дому. Сведения о задолженности. Получить информацию, в каком году, какие виды работ будут проводиться по его многоквартирному дому. О привлеченных кредитах и займах региональным операторам. То есть вся информация у нас в открытом доступе для собственников. Ее можно получить на сайте и по телефону, да? Да, на сайте у нас есть общая информация по домам. А если собственник хочет получить конкретно по его лицевому счету, он должен письменно к нам обратиться. На его письменный запрос в течение пяти дней мы должны представить ему соответствующую информацию. Он имеет право на получение любой информации регионального оператора. Имеет еще, наверное, право произвести ремонт и чтобы эти деньги зачились, да? Да, в жилищном кодексе есть такая норма. И у нас 57 закон на региональном уровне принят об организации проведения капремонта. И в этом законе есть такая норма, что собственники помещения на квартирном доме могут собрать деньги, произвести капитальный ремонт. И соответствующую информацию о произведенном капитальном ремонте они направляют региональному оператору, чтобы мы произвели зачет стоимости выполненных работ. Освободить на определенный период времени от уплаты износа на капремонт. Ну и чтобы это произвести, нам нужно еще на региональном уровне принять ряд нормативных правовых актов. Правительство планирует их принять где-то к марту 2016 года, когда эти все нормы будут приняты. Мы можем производить зачет стоимости выполненных работ ранее. У нас есть телефон горячей линии, он у нас функционирует с 2014 года. Если изначально люди не хотели слушать, что это такое, они просто ругались с нами, мы не будем платить. А уже со временем, когда уже региоператор, и мы начали информировать людей, для чего это нужно, уже звонки к нам поступают уточняющие от собственника. Они уже понимают, что это на самом деле нужно. Интересуются, в каком году их не ремонт. Смету хотят посмотреть. Скажу обязанности региоператора, что мы должны это части делать. Но такие уточняющие вопросы. Люди более подробно хотят узнать о региональной системе капремонта. Уже понятно, что люди поняли, что это нужно им. Но здесь, я думаю, заслуга есть и отделы информационного программного обеспечения. Я хочу отметить, что наш информационный отдел, у них там ежедневно разные мероприятия. Они по дворам выезжают и на разных телевидениях, и на разных уровнях. Даже сейчас на федеральном уровне, на федеральных каналах, если мы заметили, каждое утро на Первом канале и на России 2 информацию о капремонте, рекламные ролики. Да, целые передачи, посвященные региональной системе капремонта. Вот мы с вами тоже сегодня говорим об этом. Да, и спасибо вам за понимание, что нужно объяснять людям. В зависимости от того, как мы доведем до людей, зависит и процент сбора, процент произведенных видов работ по капремонту. Шамир Шурикович, а вообще есть, да, что с чем сравнить? Как была первоначальная и как сегодня ситуация? Люди легче идут на контакт? Конечно. С пониманием как? В начале года у нас был утвержденный план график встречи собственников во дворах. В первое время люди не хотели слушать, выходили поругаться. Последнее проведенное мероприятие показало, что люди начали, вот как пояснил Салам Курбанович, уточняющие вопросы задавать. Конечно, есть личности, которые ругаются с нами, им покричать, выговориться, камеру видят, они думают, что они могут пожаловаться, а на оболевших вопросах. Как правило, на таких мероприятиях суть вопроса капитального ремонта уходит в сторону. Мы на месте сразу разъясняем, какие права они имеют, и они, естественно, начинают жаловаться на неблагоустроенный двор, на плохое финансовое состояние и так далее. Но сегодня они понимают, что, в принципе, в их руках все это. Я хотел бы тоже подчеркнуть, исходя из мероприятий, которые мы проводим, телефонных звонков на горячей линии, у нас на сайте реализован онлайн-консультант, то есть можно зайти, прям сразу задать вопрос, сразу же ответят. Вот исходя из этой информации, можно сказать о том, что уже наступил такой переломный момент, когда люди поняли, они уже не отвергают эту программу, но они еще не хотят платить, они начинают ерзать и хламать. Ну, переломный момент наступил. Раскачка. Если раньше не хотели слушать, не читали, не смотрели, даже те квитанции, в которых тоже была информация о нашей деятельности, о ходе реализации, то сейчас люди начинают с квитанции приходить и говорить, вот здесь вы так написали, а как я это могу сделать? Есть информационный перелом. Ну, еще недостаточно, конечно, судя по проценту платежа людей. Я же говорю, они как бы поняли, но еще не платят. Кто-то думает, что эта программа отпенят, кто-то думает, что это экспериментально. Программа будет работать до 2040 года. Это 100% однозначно, то есть принятый закон, есть утвержденный план. Кто-то думает, что фонд некоммерческий, и сейчас пошла информация о том, что должно складываться из добровольских взносов. Ну, само слово фонд просто предполагает. Да, да, вот они там какой-то закон, норму нашли, слово некоммерческое увидели, привязали. То есть обязанности есть федеральным законом закрепленным. Никуда не денешься. Хочу порекомендовать людям, чтобы они просто активнее стали. Сами взяли свои уроки. Пускай контролируют, ведут, смотрят. Будь это рекоператор проводит, сами хотят провести капитальный ремонт, рекомендую быть инициативными. Но тут надо еще сказать такое, что сегодня не платишь, завтра придет день, когда тебе придется платить не только за капремонт, а оплачивать и услуги судебных приставов. Сегодня есть практика, что вы подаете в суды на неплательщиках. Мы начали собрать взносы на капремонт с января 2015 года. До сентября 2015 года пение за несовременную плату взносов на капремонт мы не начисляли. Понимали мы, что это новое, пока до людей это дойдет. Но прошло 8 месяцев, информировали людей, если они не будут платить вовремя, будем начислять пень. Уже с сентября месяца на неплательщика мы уже начали начислять пень. И мы уже начали процесс с июня 2015 года подавать исковые заявления, направлять претензионный материал. Об этом мы, кстати, говорили в прошлой передаче. Каковы обязанности регионального оператора? В соответствии с ЖК Федерации, обязанности регионального оператора, это первое, направлять собственникам помещения на квартирном доме, предложение о сроке начала капитального ремонта, о видах капитального ремонта, о стоимости капитального ремонта. Это наша основная обязанность. Обеспечить подготовку проектно-смертной документации. Нести ответственность за качество и содержание этой проектно-смертной документации. Привлечь для оказания услуг и выполнения работ по капремонту подрядные организации, в соответствии с нормативной базой, которая установлена для подбора подрядных организаций. 1. Контролировать качество и сроки выполнения работы, оказание услуг, пока примутывают. 2. Осуществлять приемку выполненных работ, в том числе и с привлечением самих собственников помещения. Собственники помещения должны выбрать уполномоченные лица, которые будут подписываться в акты приемки выполненных работ. Пока уполномоченное лицо не будет принимать указанную работу, рейхоператор не имеет права перечислять средства подрядным организациям. Мы должны создавать соответствующие комиссии для приемки выполненных работ. Куда будут включены представители собственников управляющих организаций ТСЖ, уполномоченные органы, министры республики ТСЖ, пожарные службы, представители общественного контроля в сфере ЖКХ у нас есть. Мы их привлекаем. Но вот есть такое право регионального оператора взыскивать собственников задолженности. Региональный оператор в случае, если собственник не своевременно оплачивает взнос на капремонт, имеет право подавать на него исковое заявление в судебные инстанции и направлять ему претензионный материал. У нас есть определенные обязанности, которые мы должны исполнять, а таких прав у нас нет, что мы можем это делать или не можем делать. У нас таких прав нет. Основные обязанности закреплены в законодательстве тоже. Единственная норма по правам у нас есть. В случае, если средства фонда капремонта не будет хватать на проведение капремонта, региональный оператор имеет право вращаться в кредитные организации, получить соответствующие кредиты на счет будущих платежей взносов на капремонт. В последнее время очень активно говорят о том, что председатель правительства Дмитрий Медведев выступил с предложением некоторой категории граждан оказывать меры социальной поддержки по капремонту. Предполагается, что с 1 января 2016 года эта программа заработает по мерам социальной поддержки. Что сегодня вы можете конкретно по поводу этого сказать? Хотел бы сказать, что председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на совершении озвучил, что правительство Российской Федерации примет решение о предоставлении определенных льгот инвалидам первой и второй группы. Дали такое предложение, что 50% будут льготировать указанным категориям граждан. Он рекомендовал субъектам Российской Федерации подготовить предложение о предоставлении льгот в размере 50% собственникам помещения, которые старше 70 лет, и предоставлении льгот в размере 100% для собственников помещения, возраст которых составляет более 80 лет. Он дал соответствующие поручения Минтруду, Минфину Российской Федерации и Министрову Российской Федерации подготовить соответствующие предложения и унести в правительство на рассмотрение о порядке применения указанных льгот и представить соответствующую информацию о финансовой обеспеченности указанных мероприятий. Но у нас уже сегодня есть действующие нормы по мерам социальной поддержки. В случае на оплату жилищно-коммунальных услуг, превышающую сумму 22%, они имеют право на получение субсидий. Субсидии имеют заявительный характер, они должны обратиться в центр субсидий. Есть льготы определенных категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, участники афганских. Ну и еще там ряд категорий граждан, которые уже сегодня имеют право получать определенные льготы. Порядок применения льгот. У нас произошел процесс монетизации льгот. Люди оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в том числе капремонт, как положено. Но с оплаченными китанцами они обращаются в центр социальной защиты, оттуда они получают льготы. Возвращают какой-то процент. Возвращают процент, который они уже заплатили. Для получения определенных льгот они должны обратиться, если это льготы, центры социальной защиты в органах муниципальных образований, если это по субсидиям, центр органов субсидий. Это еще раз говорит о том, что государство принимает все необходимые меры для того, чтобы социально незащищенные слои населения поддержать, но и в то же время, чтобы эта программа работала по капремонту. Возможности бюджета и Российской Федерации, и органам местного управления... Они не безограничны. И если мы будем надеяться только на бюджетные средства, процент износа на квартирных домах, жилищного фонда, он будет увеличиваться, да, и придет через лет 10-15, они станут ветхими и аварийными. Освобождается ли от износов житель новостроек? В республике Дагестан нормы, освобождающие жителей новостроек, у нас пока нет, но мы дали соответствующее предложение законодательным органам, чтобы внесли поправки в 57-й закон, который будет регламентировать освобождение собственников в помещении новостройках в течение 5 лет, но на данном этапе указанной нормы нет, независимо, это новостройка или это старый дом. У нас пока все обязаны платить. Я благодарю сегодня гостей нашей программы, начальника информационной программы обеспечения фонда капитального ремонта Шамиля Вишкаева и начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета Салама Гасайниева за встречу. Еще раз хочу сказать, подытоживая нашу беседу, федеральная целевая программа рассчитана до 2040 года, ее никто не отменит, она будет работать. Уважаемые радиослушатели, платить надо и лучше платить сегодня, жадный год платит дважды, чем потом придется платить и пеня, и все судебные издержки. Обязанность по уплате износов капитального ремонта у нас функционирует. Хотелось бы, чтобы вы платили его своевременно. В зависимости от того, как вы будете оплачивать взносы на капремонт, у нас будет зависеть состояние нашего жилищного фонда. Финансовая устойчивость региональной системы капремонта. Спасибо вам. Да, общими усилиями, все-таки мы с ним и коллеги должны помогать друг другу. Я думаю, общими усилиями действительно будет изменение ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok